У нас по старому закону существовало 5 категорий невыездных, с новым законом избавилось еще 2 категории. То есть это лица, в отношении которых установлен превентивный вызов, решения поднимаются судами. И информация об этом включается в банных данных о лицах и правах, которые приняли на ограниченном выставке. И это граждане, которые являются в отношении должностных лиц, юридических лиц, которых начата процедура ванкрыска. Также по решению суда принимается решение в отношении руководящего состава каких-то юридических лиц. Замечу, что все ограничения, которые по новому законодательству служат ограничениям для мысли за границу, носят интернативный характер. То есть решение может приниматься, может не приниматься. Если по старому закону, это было безинтернативно, в отношении лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступления и осужденных, то вступлении в силу нового закона решение принимается непосредственно в органах ведущего уголовного процесса. То есть следователи, органы дознания могут принять решение, надо ограничивать человека в выезде за границу, либо не надо.